В начале встречи Дмитрий Филиппов рассказал собравшимся об итогах социально-экономического развития территории за последние 8 месяцев. Рассказал о том, что на сегодняшний день Полевской занимает 19 место из 94 муниципалитетов Свердловской области. На крупных предприятиях Полевского городского округа зафиксировано распроизводство на трубники 41,2, криолитчики 12%, фурнитурный завод 74%, за компанией 5 строилов в 2,56 раза и снижение объема производства зафиксировано на предприятии Полевской машиностроительный завод. Оборот промышленного производства уже за 8 месяцев составил 18 млрд. рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 28,5%. Объем инвестиций в основной капитал составил 693 млн. рублей. Это прежде всего касается мероприятий, связанных с реконструкцией на градообразующем предприятии. И еще один немаловажный показатель – это то, что на крупных и средних предприятиях в 2010 году наблюдается прибыль, в отличие от прошлого года, когда наблюдались убытки. Средняя заработная плата по городу составила за первое полугодие 16 317 рублей средняя, что на 4,4% выше соответствующего периода прошлого года. Средняя заработная плата по промышленности за первое полугодие 2010 года составила 17 094 рубля, и рост прошлого года, вернее, аналогичного периода составил 7,2%. И еще один важный показатель развития территории, как говорит Дмитрий Филиппов, – это уровень безработицы. За последние месяцы цифра безработных поливчан сократилась в разы. Это радует. На 1 мая, на 1.01.08 года, это докризисный период, у нас безработица составляла по повескому 1,15%. На 1 мая 2009 года пик – 3,65%. На 1.01.2010 на 1 января – 2,38%. На 29 сентября – 1,72%. Говоря о положительных наработках, глава отмечает строительство домов для ветеранов и категории, приравненных к ним в северной части города. Капитальные ремонты 8 домов в рамках исполнения 185-го федерального закона. Кроме этого, есть подвижки по строительству в округе спортивных объектов, возврату зданий детских садов по своему первоначальному предназначению. Мы заявились по чистой воде, и вы знаете, что есть проблема такая у нас в городе. До конца месяца будет принято решение от уже федерации, и нам будут выделены деньги на проектирование. И дальше будут деньги выделены на осуществление этого проекта. Это очень высокая вероятность, что сумма финансирования составит порядка 70 миллионов рублей. Но это не означает, что в городе нет проблем, добавляет глава. После пуска тепла в южную часть на повестке решение вопроса с питанием дошкольников. На сегодня долги управления образованием перед комбинатом общественного питания составляют несколько миллионов рублей. И в чем причина, нужно разбираться. На это Дмитрий Васильевич отводит себе две недели. И после расскажет, к какому решению он пришел, что нужно сделать, чтобы вкусная манная каша была на молоке с сахаром и маслом. Представитель областной организации профсоюзов отметил, что наш округ один из немногих, который может собрать свой актив профсоюзов и поговорить с главой и думой напрямую. В каждом городе органы исполнительной власти и думцы могут так спокойно прийти, спокойно поговорить, вот так открыто, глаза в глаза. Во многих городах у нас, в муниципальных районах, нет вот такой нормального диалога. Год назад, когда мы здесь были и общались, да, немножко другая ситуация была, более натянуты нервы были. Также была проблема с теплом. Сейчас, вы видите, как решается, да, был выше рост безработицы, один из главных индикаторов. Говорили и о задачах, которые возлагаются на профсоюзные организации. И главное это... Индексация зарплаты. Два года индексации не было. Могу сказать, что в третьем квартале восьмого года средняя зарплата по области у нас составляла порядка 18 тысяч рублей. С небольшим 18 тысяч. С того времени, по сегодняшний день, уже индекс потребительских цен вырос на 22%. И по нашим оценкам, средняя зарплата на сегодняшний момент, вот на третий квартал, на конец третий квартал, должна составлять, чтобы покупательная способность, да, наша не упала, должна составлять порядка 21 тысяч рублей. До конца года где-то порядка 22,5. Еще одна задача профсоюзов – это контроль за начислением заработной платы по новой системе и тарификации. Ксения Болденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города. Ксения Болденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.